Всем привет! И давненько мы с вами не виделись. Причин на самом деле масса, но тем не менее я вернулся и мы продолжаем. И сегодня в качестве такого жеста возвращения я бы хотел с вами обсудить одну важную тему, которая касается наших самостоятельных занятий. И касается это не того, как мы обычно привыкли говорить, да, там сколько длится должно занятие, как его правильно выстраивать и так далее. А бывают такие моменты, когда лучше вовремя остановиться, притормозить и дать себе отдохнуть и перезагрузиться, да, чтобы потом со свежими силами продолжить. И многие, собственно, не улавливают этот момент, когда стоит тормознуть и пытаются что-то через силу нахрапом брать и так далее. Потом возникает куча всяких побочных эффектов. Короче, сегодня мы поговорим именно о том, это будет 5 определенных пунктиков, обращая внимание на которые, вы сможете понять, когда стоит остановиться во время ваших занятий, поэтому смотрим ролик до конца. Перед началом напоминаю про все ссылки в описании, обязательно подписывайтесь на Яндекс.Дзен, на Бусти, на ВК, везде все ресурсы, какие там, собственно, есть, переходите, подписывайтесь. Также сейчас уже опубликован список доступных курсов на май, поэтому, если хочешь прокачать свои барабанные навыки в дистанционном формате, список доступных интенсивов уже опубликован, поэтому, скорее всего, в Телеграме это будет удобнее всего сделать, пиши мне и, собственно, будем работать, заниматься, прокачиваться. Собственно, на этом переходим к ролику, усаживайся поудобнее и погнали. Ну и погнали. Первый пункт, который, собственно, должен послужить таким ярким триггером о том, что следует останавливать занятия, это ненужные боли. Что это значит? Понятно, что любая боль, она, скорее всего, ненужная, ну, с точки зрения самого человека. С точки зрения самой боли она, конечно же, нужна, она нам о чем-то говорит, что-то нам показывает. Допустимая боль, это когда мы, допустим, играем какие-то там вещи на ускорение, на выносливость, да, и вот эти вот мышечные группы, которые отвечают за движение рук, ног, да, они могут подгорать слегка. Это как в качалочке, да, в тренажерном зале. Если же у вас начинает, если мы играем ногами, у тебя начинает сустав ломить, вот прямо вот в бедре, это часто бывает, или колено, само сустав, сам сустав колена начинает болеть. Это вообще нездоровая тема, это значит, что либо ты что-то делаешь не так, и нужно срочно проанализировать, какие движения вызывают эти болезненные ощущения, либо понять, что у тебя, возможно, реально какие-то проблемы там с этими, с конечностями, и, собственно, все это дело исправить. Потому что, если мы начинаем играть через боль, преодолевая все вот эти вот ненужные нашему организму сопротивления, годик так поиграть, и можно здорово угробить себе что-нибудь. Опять же, да, люди занимаются на барабанах абсолютно разных возрастах, и если, собственно, особенно если вам там уже за 35, там под 40, такие вещи могут реально не очень хорошо, в общем-то, сказаться. Поэтому, если чувствуете боли, которые не характерны, да, для выполнения тех или иных упражнений, советуется, конечно, остановиться, проанализировать, что к чему, и, возможно, взять паузу на какой-то срок, пока вы не разберетесь с тем, собственно, почему все это происходит. Короче, с первым пунктом покончено, идем дальше. Второй пункт, ну, я назвал это эмоциональные качели. Дело в том, что бывают люди, которым при игре за установкой любая депрессия, любое какое-то там эмоциональное выгорание, оно это лечит. То есть вы играете на барабанах, у вас там вырабатываются нужные гормоны, вы такие бодрые сразу становитесь, забываете там про все плохое, знаю таких людей. Есть и другой тип людей, которые, собственно, если что-то прям вот вообще, ну, в жизни разное бывает, да, это очень сказывается на занятиях. То есть вы приходите, у вас там какие-то там психи, нервы, возможно, там еще что-то, и эти эмоциональные перепады, они напрямую влияют, во-первых, на усидчивость, на дисциплину, на то, чтобы проработать упражнения, достаточное количество повторений, на то, чтобы правильно реагировать, на то, что не получается, потому что в таком состоянии, если у вас там что-то не выходит, а такие вещи всегда бывают, вы начинаете там выходить из себя, психовать, делать какие-то там лишние, опять же, телодвижения. Ну и опять же, если в этом состоянии долго понаходиться, в лучшем случае занятие просто пройдет хреново. В худшем случае вы научитесь делать что-то такое, что в будущем переломить уже не получится. То есть мы же не только головой, да, изучаем информацию, у нас еще моторика, мышечная память. И если дать достаточное количество неверных повторений в наши в руки или в ноги, они это запомнят и потом будут играть так, как вы, собственно, их приучили, да, через силу, через боль, через страдания. Поэтому всегда, когда дело касается вот какой-то эмоциональной нестабильности по ряду причин, нужно смотреть. Если это реально мешает занятиям и вы чувствуете, что, ну, как бы каши в этом состоянии уже не сваришь, через силу лучше не делать. Остановитесь, садите там, подышите, что-нибудь еще сделайте, там через денек-другой возвращайтесь. Как правило, башка уже проветривается и с этим уже гораздо проще. Вот, ну, опять же, повторюсь, если у вас такой склад характера, что вы лечите депрессией, барабанной установкой, я только за вас рад. Вот, короче, идем дальше. Третий пункт, это отвлекающие факторы, которые никак не убрать. Понятно, что, как бы, когда мы занимаемся, там, за установкой, за пэдом, еще что-нибудь есть, какие-то там отвлекающие факторы, типа телефона или, там, какой-то назойливый сосед, там, или, там, если вы дома на пэде занимаетесь, там, семья, там, дети, мало ли что. То есть, есть какие-то допустимые отвлекающие факторы, которые, ну, с которыми можно продолжать работать, да, а есть такие факторы, которые вот дергают каждый раз. Вот у меня была тема, я работал админом на репточке, и мне сказали, что, типа, ты можешь заниматься на барабанах, но, как бы, не отвлекаясь от работы. И вот ты, вроде, там, всех в залы запустил, пошел, только садишься заниматься, и сразу начинает телефон звонить. И ты, вроде, только начал, и опять куда-то убегаешь. И, таким образом, занятие превращается в какую-то хрень полнейшую. Поэтому, смотрите, если у вас отвлекающие факторы, прям, настолько глобальные, что вы вообще не можете никак от них избавиться, да, и они, в любом случае, прерывают ваше занятие, не дают стабильно, собственно, сконцентрироваться, ну, грош цена такому занятию. Лучше его, конечно же, прекращать и постараться найти время и пространство для того, чтобы этих отвлекающих факторов не было. Собственно, здесь, наверное, добавить уже нечего. Убираем отвлекающие факторы, которые можно убрать, а если их убрать нельзя, и они вам мешают, то, значит, занятие пройдет дерьмово, и его есть смысл перенести. Ну, прекратить перенести там на какой-то другой, более удобный день, время и так далее. А мы подходим к концу. И предпоследний, четвертый пункт, ну, я бы сказал, это бессистемный бег по кругу. Есть ряд персонажей, которые каждый раз, когда занимаются, они, в принципе, играют все одно и то же. То, что и так уже там отточено тысячами повторений, да, и они, как бы, я там, говорит, по шесть часов там могу заниматься, а прогресса никакого нет. Ну, собственно, прогресса-то нет, потому что нет вот этого выхода из зоны комфорта, нет переломов старых стандартов, и нет загрузки в мозг, в мышцы рук и ног какого-то нового материала. И поэтому, если у вас, в принципе, нет какой-то определенной системы, и вы просто по кругу гоняете все одно и то же, да, для профилактики это прикольно, но если мы говорим про занятия, которые призваны заставлять расти вас, да, как музыканта, как барабанщика, конечно, такие занятия бессмысленны. Поэтому, если у вас нет структуры, если нет плана занятий, нет схемы, порой даже нет смысла приступать к занятию, потому что вы просто потратите время, да, вы прикольно поупражняетесь, но, опять же, это из другой области барабанных занятий. Мы сейчас говорим про прогрессивные, короче, про занятия, которые приносят прогресс определенный. Вот, ну и, конечно же, да, составить программу занятий, примерно прикинуть, что для вас подходит, что не подходит, возможно, на это несколько занятий придется потратить, и только потом уже приступать к полноценной прокачке всего этого дела. И пятый такой финальный пункт, ну, наверное, он относится к пункту номер два про эмоциональные качели, но эмоциональные качели, это означает, что у вас за пределами барабанов какая-то херня происходит, а вот этот пункт относится к тому, что вас от самой уже установки нахер тошнит, вы уже не можете на это смотреть, вы просто ходите ради того, чтобы ходить, да, там, убиваете время, но это не приносит вам удовольствия, вы не кайфуете, вы там не чувствуете нужды проанализировать свое занятие, да, после процесса, потому что там оно заканчивается, вы побыстрее бы оттуда свалить. То есть, если вы чувствуете, что у вас реально перегорание произошло, это самый яркий признак того, что лучше, конечно же, тормознуть, потому что, ну, тут опять же, кстати, палка двух концов, бывает такое, что в процессе занятия у тебя это выгорание проходит, но это, видимо, к тому же типу людей относится, которые депрессию барабанами лечат. Поэтому, да, очень важно ловить себя на мысли, что если вот какая-то, какая-то жесть вообще происходит, уже тошнит, уже не хочется, уже прям вот так вот, лучше дать отдохнуть хотя бы недельку себе, то есть вы должны соскучиться по этому инструменту и, соответственно, только тогда возвращаться. Вот, в общем-то, эти пять пунктов, которые обязательно нужно брать на вооружение, обязательно на них обращать внимание во время ваших занятий. Еще раз напоминаю про все ссылки в описании, напоминаю про живое дистанционное обучение, огромное всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих выпусках.